МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будет настойчиво заставлять иностранные интернет-компании следовать российскому законодательству. И депутаты, по крайней мере, на словах высказали предложение о взаимодействии с экспертным сообществом, которое может предложить что-то конкретное в те шаблоны законопроектов, которые готовятся в Госдуме, либо в тех или иных органах исполнительной или законодательной власти. Понимаю, конечно, что какие-то, возможно, регуляционные меры нужны просто потому, чтобы обеспечить защиту персональных данных граждан и тому подобное. Мне не кажется, что есть смысл говорить о какой-то, как мы говорим, суверенитет, сразу все думают, что это изоляция и все вот это. Это, конечно, путь в никуда. Проблема-то не в том, что что-то собираются сделать, а в том, может быть, как-то собираются делать. Может быть, нужно больше диалогов с отраслью. Может быть, ну, мы же не говорим, что вот безопасности в России не было вообще, да, и, значит, на законодательном уровне теперь она у нас должна быть. Но не бывает, да, это не переходит с бинарного состояния из земля в единицу. Есть люди, есть эксперты из совершенно разных компаний, причем как российских, так и зарубежных. И я не вижу здесь, опять же, какой-то сепарации, которые готовы делиться опытом, и надо просто с ними вести какой-то диалог. Когда есть какая-то конкуренция, это всегда лучше, чем если это что-то обособленное, да, что-то закрытое, это как, ну, не знаю, как закрытый код и открытый код, да. Когда есть конкуренция, все равно это рождает что-то новое, да. Нельзя закрыться в своем собственном там каком-то тейфе, да, и никого туда не пускать и никого не выпускать. Я считаю, что России, конечно, нужен цифровой суверенитет, безусловно, потому что наша такая значительная зависимость от западных технологий, к сожалению, создает ситуацию, при которой мы оказываемся чрезвычайно уязвимыми. Ну, например, санкции это показали, да, когда там какая-нибудь компания говорит, что она не будет поддерживать ту или иную технологию, и клиенты остаются просто у груды железа, да, вместо сервера. Если не говорить о полном цифровом суверенитете, то мы можем говорить хотя бы о какой-то замене частичной, да. Я знаю, например, что сейчас многие очень компании начали заменять американские сервера на аналогичные производства китайского производства, причем в массовом порядке. И не хотелось бы это делать в условиях хаврау. Я, честно говоря, здесь первый раз, поражена размахом. То есть я читал, что здесь много бывает людей, да, но вот оно как-то сразу, ваучу, когда видишь, оно впечатляет. Это очень хорошо. Это первый раз, когда я был в конференции в России. Это очень интересно, потому что люди имеют совершенно другую подход, к подумать о проблемах. Я очень часто устанавливаю к людям, которые говорят о информационной безопасности из Запада. Я слышу другую часть истории, где российские компании, организации и государство действительно пытаются бороться проблемы здесь, это очень интересно, слышать это другую часть. Это такая хорошая возможность, такая площадка, где могут пообщаться люди, которые, скажем так, изучают технологии изнутри с теми людьми, которые пишут законы относительно этих технологий. И это очень правильно и хорошо. И вот я разговаривал с организатором, они говорят, что много пришло как раз людей из государственного сектора, что внушает нам надежду, что наши государственные регуляторы будут больше времени уделять правильным технологиям, ну и технологическим компаниям здесь. Сравниваю, да, это уже пятая конференция. Я был на всех, честно скажу, на всех пяти. Я помню первую конференцию, когда это все только организовывалось в таком небольшом масштабе. Я был, наверное, на всех ПХДС, кроме первого. Ну, конечно, масштаб конференции уже чувствуется. В смысле я помню, что первые в красном октябре они были такие теплые, ламповые. И сейчас уже пять лет, уже это уже серьезные мероприятия, на которые приезжают, ну, не повезет этого слова, со многих стран мира. Да, то есть это мероприятие, на которое приходят руководители высокого уровня, да. Сначала это была большая конференция прям совсем технорей, да, людей гиков, которые отбираются в тех или иных технологиях. Людей бизнесовых она не очень интересовала, потому что, по сути, людей не так волновав от взлома. А последние пару лет реально пошли реальные атаки, пошли реальные инциденты. И реальный интерес к такой политической безопасности. Не ради бумажки, а ради того, чтобы защититься. И мы сейчас видим интерес вот именно бизнеса, собственно, к этой теме. ПХД за те годы, с момента ее создания и до сегодняшнего дня, очень сильно продлился именно в сторону донесения такого глаза, назовем их хакеров, до глаза регуляторов. И наоборот, позицию регуляторов до людей, которые занимаются, собственно, в полях реальной технической работой. Много знакомых лиц, и поэтому это тусовка. И, наверное, и организаторы понимают, что программа программой, но люди, в первую очередь, приходят пообщаться и увидеть знакомые лица. Было выступление, совершенно там не связанное, но вот там нашли меня, поймали. 20 минут очень интересно говорили про, значит, с коллегой из одной компании, про Сием, про вот это все. То есть это, ну, как бы люди, в первую очередь, программа. Достаточно много технически хороших докладов, популярные темы, которые сейчас затрагиваются на подобных конференциях. Я использую мероприятия для общения с коллегами. В этом плане Positive Hack Days, наверное, одна из лучших площадок, где в Москве приходят люди, которых очень сложно увидеть в рабочей обстановке или собраться где-то за пределами. ПХД в этом плане как раз объединяет. Субтитры создавал DimaTorzok